здравствуйте друзья вопрос я учусь в техническом вузе на третьем курсе из шести это важно при поступлении не возникало сомнений что поступаю туда куда надо однако желание заниматься выбранным делом пропала специальность проектирования авиационных двигателей теперь интересно заниматься программированием изучая новые технологии читаю соответствующую документацию пишу небольшие программки правда времени на это остается мало чувствую что учусь не на той специальности однако перевестись без потери курса уже нельзя живу в общежитии с чужими людьми видеть их не хочется как навалилось ко всему этому добавились проблемы со здоровьем не очень серьезные но таких еще не было есть возможность взять академический отпуск на 6 месяцев задумываясь над этим вариантом может я просто устал полтора года без нормального отпуска может мне стоит сделать перерыв пойти немного поработать понять что на самом деле в университете хорошо и спокойно не то что в реальной жизни однако так не хочется тратить время понимаю что надо как можно скорее закончить университет и получить диплом затягивать с этим не имеет смысла как вы считаете о как я читал это письмо и так получается что как бы человек не просто о проблеме рассказывает а он как бы и одновременно рассматривает решение и все эти решения у него в голове есть то есть вот вопрос не в том что помогите найти решение а вопрос в том что вот из тех решений множественных которые у меня есть вот как вот с ними быть да поэтому моя задача сильно упрощается первое что я хочу сказать что у парня некий кризис такой и это обычное дело ну вот не то чтобы он первый не то чтобы он последний и редко у кого нет такого кризиса в жизни особенности ты к чему-то стремишься ты идешь какой-то цели и периодически ты останавливаешься и спрашиваешь себя то ли это цель моя ли это цель а тут со всех сторон какие-то конкурирующие цели подходят понимаете я лично не вижу я лично не вижу особого конфликта между тем что человек учится там на инженеры механику но в данном случае вот в приложении к авиационным двигателям и тем что его интересует там допустим какое-то программирование он какие-то небольшие программки пишут я считаю что это очень естественная связка и и гуманитарий вполне мог бы увлекаться там технологиями писать какие-нибудь программки а уж инженер я бы даже так сказал что если ты вот мир заканчиваешь университет там и специальность у тебя авиационные двигатели и ты не в состоянии написать небольшую программку но может быть тебя не учили конечно это бывает но вообще-то это на уровне неприличного как-то так инженер и не может написать приличную какую-то программку небольшую написать и что за инженер такой вообще чему его учили зачем его учили к чему его готовили чтобы он в девятнадцатый век куда-то ушел поэтому я не вижу здесь такого конфликта сильного то есть это вполне дополняющие друг друга вещи с одной стороны с другой стороны он он как бы воспринимает это более серьезно чем как бы такой общий технический навык то у нас у всех есть навыки общий технический у нас есть навыки общечеловеческие вот сегодня скажем вождение автомобиля такой вполне общий человеческий навык то же самое там скажем по клавиатуре там пальчиками клацать это тоже общий общий навык а когда-то это была профессия но собственно и сейчас есть наверное я даже не знаю люди которые будут в основном вот этим занимаются но но сейчас ты куда ж ты без этого то чтобы по клавиатуре куда ж ты без этого чтобы там за рулем баранку крутить поэтому вот кодирование становится такого типа навыкам ну может быть сегодня еще нет такого глобального охвата чтобы уже неважно кто-то там кондитер или там не знаю учитель литературы а все а все тебе это нужно нет такого пока нет но но движется в эту сторону поэтому он как-то воспринимает это как давай профессию менять ну не знаю у него вот кризис такой да вроде он что-то такое изучает и вроде ему казалось что это хорошее это то что надо и и все было путем пока вот не возникла какая-то конфликтующая такая вещь конфликтующий приоритет в принципе из тех решений которые были озвучены я считаю что если он действительно хочет и он уверен что он хочет профессионально работать в айти я бы на его месте с потерей года перешел на другой факультет то есть я считаю что это вполне стоит года то есть получить образование по профессии то есть научиться чему-то и диплом иметь соответствующие и работать потом и так далее это это стоит того чтобы год там где-то перещелкнуть там я не вижу в этом проблем никаких ну конечно жалко год это правда тут еще знаете накладывается очень многие ребят молодые когда пишут вот об этом во всем они говорят нет смысла находиться в университете это все лажа полный нас ничему не учат преподы ничего не знают это все это просто потерянное время такое то есть если он так рассуждает например здесь не было сказано но если он рассуждает так что нахождение в университете все равно бессмысленно с точки зрения приобретения профессии профессионального восстановления так сказать широкого смысла то конечно но уже закончил чего закончил и пошел дальше можно и так рассуждать я не знаю вот этого приоритета в его жизни но но в общем то я я считаю что это вполне осмысленная вещь вполне осмысленно если мы говорим о том что у него может быть появится возможность желание скажем так появится желание поработать скажем за рубежом соединенных штатов там по рабочей визе приехал и если у него будет диплом по движкам авиационным это одна история то есть он этой рабочей визы еще долго не получит даже если будет иметь опыт там и тогда а если у него будет правильный диплом и еще там несколько лет опыта уже совершенно другой разговор ну совсем другой разговор и если он ходит на наш канал смотрит наши видео и вопросы задает то я предполагаю с некоторой уверенностью ну то есть не сто процентов но с некоторой уверенностью нас разные люди смотрят что может быть такие мысли у него есть где-то он их так не исключает ну так слушай лучше тебе сейчас потерять год и получить правильную профессию чем потом когда тоже работать начнешь уже совмещать работу с учебой и вряд ли тебе удастся это сделать за год и ты наверное уже не так здорово чему-нибудь научишься как если бы ты вот например учился там да на очном отделении так далее есть конечно вариант какой он не был озвучен здесь но как частично было такой вектор был в эту сторону пойти поработать вот пойти поработать немножко уйти от стресса уйти от от этого состояния когда руки опустились и не знаешь чего хочешь вот как-то выйти из этого состояния я бы сказал так это неплохой вариант можно взять академку да академка хорошо то есть ты без всякого как сказать без всякого напряжения потом можешь вернуться в университете не надо ли чего там восстанавливаться какие-то такие сложные действия предпринимать значит пожалуйста возьми академку на 6 месяцев ему время жалко но все-таки мы же мы же не просто так это время в помойку спустили мы же для дела и пойти найти работу связанную с той профессии которую он рассматривает для себя сейчас вот в технологиях возьмут его там каким джонером там девелопером хорошо может быть его тестировщиком возьмут с тем что он там чего-то немножко знает и так далее и дальше может оказаться что он уже и и не вернется в университета допустим перейдет там на какое вечернее там или заочное отделение если у него попрет вот здесь то есть он и времени не потеряет да я пытаюсь сэкономить время и сохранить профессию вот этот вариант позволит ему и профессию как если получится вот так именно то он и времени не потеряет и профессионально разобьется и собственно диплом свой ну значит закончит там ему еще учиться ну закончат ничего страшного ну то есть это тоже вариант это тоже вариант если мы опять о приоритетах говорю когда ничего не хочется когда руки опускаются когда ты фактически в стрессе надо сказать что парень в стрессе и то что у него здоровье ухудшается ему там может быть лет 20 там 21 максимум да значит если у него еще и здоровье в этом возрасте начинает ухудшаться это это наверное тоже от стресса в котором он находится вот когда человек в стрессе там чего хочет не может произойти то есть он в зоне рисков большой поэтому не нужно жалеть там полгода которые ты потом наверстаешь если это позволит тебе выйти из стресса если позволит тебе вернуть как бы там радость жизни ощущение полноты жизни видение цели да энергию к достижению цели и так далее она вполне того стоит более того если этого не сделать если стресс не убрать я не говорю что стресс надо убирать именно вот через там академку да но может может быть девушка может быть там с друзьями может быть баня бассейн там горные лыжи я не знаю что но но убрать стресс выйти из стресса намного дороже чем там на полгода чего-нибудь сэкономить потому что ты можешь эти полгода сэкономить и вообще инвалидом закончить институт и так тоже бывает есть такие случаи понимаете в этом состоянии нельзя находиться то есть я бы так сказал не будучи медиком там или кем-то таким просто из человеческого жизненного опыта я хочу сказать что здоровье не вернешь полгода жизни можно наверстать а здоровье ты как потом наверстаешь это такая штука что гораздо проще не не зайти в эту зону чем потом из нее выбираться вот все что связано со стрессом утомлением переутомлением со всеми этими делами это как-то элементарные физиологические факты поэтому не надо вот так что я в я бы это поставил на первое место вот вот этот аргумент да то есть надо выйти из стресса все остальное потом легко наверстается когда человек в хорошем состоянии когда у него все получается и тогда ерунда все в наше время многие ребята вот они тогда всех баров это был такой призыв всех призывали нельзя как сейчас вот там где вы живете но люди на два года шли в армию и а потом уже шли в институт я вам скажу что вот я я как бы шел другим путем я из школы поступил я не служил в армии но я хочу сказать чувствуется во первых они старше на два года во вторых там не то что они в это время там знаете олимпиадные задачки решали и так далее очень чувствуется и ничего страшного при этом то есть они стали инженерами они работали в профессии они там ничего страшного не произошло какой-то такой катастрофы не произошло во всяком случае на уровне вот инженерных профессий я я слышал такое мнение что вот допустим если человек хотел быть там как-нибудь математиком серьезным и так далее вот эти два года которые в армии послужил они наносит очень сильный удар по скажем формированию будущего математика хорошего серьезного математика вот он вот эти два года очень очень важны но может быть я я не стану спорить но во всяком случае инженеров я полно видел которые после армии которые ничего страшно наверное было бы лучше сразу после школы но зато после армии они ценят эти они знают что они хотят учиться они 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 понимают кое-что в жизни теперь поэтому я фактически хожу вокруг тех направлений тех тем которые человек в своем письме описал и я в некотором смысле за него рад в том в том плане что он видит видит это все он видит не только проблему но и потенциальное решение ему может быть нужно как бы со стороны получить какое-то подтверждение правильности его мысли он абсолютно правильно мыслит и я я не думаю что ему нужно вот именно идею какую-то ему нужно сказать ты все правильно понимаешь делай как ты не ошибешься вот делай делай так и все вот а в смысле приоритетов я здоровье ставлю на первое место остальное добежит такой вот у меня совет парню и пожелаем ему всего хорошего и в целом я думаю что мы должны немножко может быть задуматься о том что вот есть молодые ребята и они они в поиске и слава богу что они что есть такие которые в поиске что есть полно таких которым ничего не надо вот как бы если бы я тост произносил я бы сказал давайте вот за тех которые в поиске и чтобы у них все получалось счастливо а и и и и